на данный момент перед вами представлена комплектация 2 145 корпуса есть еще додановский корпус давайте я быстренько пройдусь по функционалу вот этого улья значит оружие размеры улья то есть ну тут как сказать понимаете обратно же то есть это вам нужно для того чтобы понимание было то есть какой вам нужен там или прицеп или там ну на чем вы там будете стоять где то есть все вы видите что здесь вот прилетка она немножко выдвинута то есть ну не прилетка дно то есть можно было бы его сделать как бы заподлицо с корпусом самим вот ну мы от этого отказались как бы да чтобы было сразу монтированная прилетка плюс это такая себе защита от дурака когда вы везете корпуса на прицепе чтобы не было соблазна вам поставить передние стенки друг другу чтобы была хоть какая-то минимальная вентиляция вы можете улья поставить друг другу плотно по стенках вот здесь вот вы можете поставить задком как но со стороны литка вот здесь а вы не сможете подставить у ли плотно вот смотрите у вас стоит на прицепе у вас получится вот это все вентиляция чтобы все играло как бы как вентиляция я скажу на борида ла и габариты крыши значит давайте по дну значит ширина у улья 450 450 длина с прилетками все вместе до 570 с половиной парит крыши у нас 445 445 за счет того что крыша немножко под уклоном на 515 515 говорю сейчас высоту улья дно плюс два магазина плюс крышка пардон значит 480 значит высота дна просто высота дна 899 сантиметров высота крыши крыша сейчас потом дойдем а потом муж как-то по самым высоком вот восемь с половиной восемь с половиной значит высота магазина закрыта будет на фальце просто вы еще если добавить еще один магазин и там будете перевозиться с кормушкой высота магазина у нас 155 улей этот был сразу был продумывался как бы для того чтобы сказать сделать его максимально универсальным как бы для работы то есть в нем предусмотрено сразу говорю или не буду сразу за или за французова то есть есть возможность поставить перегородку перегородка сделано таким образом что она вставляется в бака и она вставляется еще в дно при этом в дне была усиленная вот эта вот часть вот эта вот часть она сделала чуть шире за счет того чтобы его нигде не поломали и то есть это важный момент сделать в перегородке вот эту вот штуку которая будет делить полностью корпус в дне тоже потому что основная проблема как бы сайт когда пчелы соединяются то есть это идет когда они соединяются через но там попал у вас какой-то мусор условно на дно вот вас условно дно да и вот вы ставите перегородка она стала вот так вот где-то потому что на мусор или там камушек какой-то попал когда вы поставили в паз вы можете спать спокойно то есть у нас есть два отделения в каждое отделение по 5 рамочек пожалуйста этого более чем достаточно даже для зимовки также из важных моментов я считаю все знаете что леток но допустим в таких вот уля когда он у вас нет вот вот такой вот перегородочки вот такой вот перегородочкой просто сплошной леток и типа перегородкой вы делите тут вставляете какой-то вкладыш как у других ящик возможно это есть эффективно но как по мне это не эффективно абсолютно то есть это должно быть стационарной и у каждой матки должен быть свой леток отдельно вот смотрите вот так вот это выглядит давайте на нее так вот покажу специально взял у каждой матки есть свой отдельный леток обратите внимание то есть никаких перегородок то есть вот так вот она выглядит изнутри то здесь от перегородка оно все делит и в каждой матке отдельный леток предусмотренный сразу в дне вот такой вот паз вот такой вот паз можно вставить просто сюда вот такую вот перегородку ну естественно она вас может быть подлиннее чуть-чуть подлиннее и повыше то есть на корпусе это выглядит вот таким вот образом вот так вот она выглядит то есть вы наверное спросите ну слушай это такое хемаррой это такая мило это не мелочь это реально не мелочь при облете маток в одном гулле в одном когда у вас матка место не стоит отдельным как бы или нуклеусом или ул tricky это есть большая проблема значит когда у вас матка идет сбоку на облет она может быть с этой стороны она может быть лететь с этой стороны ребят все знаете что кроче она она может полететь в этот либо но попасть в этот леток прилетела чужая матка и и там убьют с большой вероятностью хотя могут принять но когда вернется на вот это место еще вторая матка вот ну какой-то одну убьют если у вас удача вам улыбнулась и вас обе матки возвращаются с облета вот это вот перегородочка маленькая она вам даст больше шансов что ваши матки попадут ваши улья ширина прилетки у меня или с половиной сантиметра достаточно много чтобы ваши пчелы висели здесь как бы было местное где поместиться груженые прилетали все было хорошо какие размеры у нас внутренние значит смотрите вот у нас перегородка становится то есть становится по 5 рамок люфта пол сантиметра ребят но это гофман 36 если у вас будет гофман 35 который я и рекомендую здесь от водочек влазит все у нас хорошо то есть 5 рамок ну из исходя из практики я вам скажу так вот что даже если вы отводок сделайте весной и здесь будет стоять перегородка вас 5 рамка вас но это будет ну я не знаю это редко на вас будет стоять но может станет ну такой может для кормушки будем говорить вот это место кормушки шириной 35 очень мало на или 40 будет или меньше тридцати пяти если же у нас это будет полноценный улей мы подожмем вот этой вот рамочки давайте и сколько у нас остается место для люфта то есть я имеется ввиду вот это вот место видите вот это вот прогалывание то есть я все рамки подвинул в эту сторону к этой стенке у меня вот остался вот здесь один сантиметр то есть это место то есть зачем вот этот один сантиметр чтобы вы могли вытащить спокойно у свою рамку когда она будет в прополюсе также смотрите сейчас мы проверим вот есть люфт 2 миллиметра вот видите рамка ходит то есть вот так вот она ходит видите наверное то есть потому что пчела будет когда вас будет прополисовать это все дело прополис будут складывать и на вот этой к стенках в общем это сделано для того чтобы могли удобно и спокойно с ними работать потом есть небольшое на драмочное пространство то есть это для любителей то есть для чего сделано то есть когда вы кладете какую-то там клеенку потолочину чтобы не подавили пчелу вот вы поклали у вас пчела может ходить над верхним бруском марная высота масс по драмочного и на драмочного сантиметр то есть они и не будут ничего и застраивать у вас вот и у вас не будет пчела добиться как сверху то есть вы сможете положить клеенку не надо будет вот это вот ее разбивать эту пчелу когда вас допустим вы струшивали пчелу надо накрыть быстренько там пчелы злые да условно удобно будет вам работать драмочное пространство давайте таким образом что у вас есть здесь за счет того что есть здесь еще фальс вот с этой стороны как бы да ну по периметру корпуса у вас есть один сантиметр то есть вы можете корпуса когда вы их снимаете там допустим условно магазины работаете да вот вы подняли его сняли вы будете поставить на другой улей не боясь ничего что ваших пчел подальше вас подавится пчела то есть вы пчелу не подавите ни сверху не подавите пчелу снизу не размер внутренний размер это по от стенки до стенки значит 470 по длине на 380 то есть это есть у нас тут такой золотой стандарт да как делится пополам но я рекомендую почему именно просеченную вытяжную потому что вы когда будете кочевать где-то ребят ну у меня были случаи что у меня была тканная сетка металлическая вот мы их ставили где-то там в посадках данное дело что все она там подчищается на сучок поставили блины прорвала сетку этой крыши чем что вы можете на ней облететь дополнительную марку то есть по размерах я ее сказал уже в улье значит смотрите она у нас пальцевая толще то есть есть подрамочное пространство 3 сантиметра то есть вы можете положить панди пакет сиропом или несколько пакетов сиропом спокойно она становится в пальц тут и на крыше есть под ремень получается под ремень прорезь это для того чтобы могли стягивать как бы улей кстати этот ремень будет совпадать с местом под ремень на дне прикол этой крыши в том что на ней можно будет облететь дополнительную матку то есть что это имеется ввиду там вы разобрали условно вас был улей у вас был улей но для этого чтобы облететь дополнительную матку вам нужно будет еще одна крыша вот давайте представим у вас вы перед акации забрали ну на кации точнее это отработали акации у вас улей сидит без матки вот вы представьте что здесь это додановский корпус скажем так ну как вариант то есть я просто хочу уже в деталях рассказать как бы за функционал вот вот это его выемки поделили семью здесь одна семейка сидит здесь одна семейка сидит в этой семейке свой литок до в этой семейке свой литок а вот крышу вы берете вот этим вот выступом ставите в заднюю сторону поставили сюда поставили рамку расплода сюда рамку расплода а наверх ставите то есть это здесь да да снизу вы поняли да вы можете поставить еще один корпус еще один получается и поставить туда еще одну матку и у вас будет еще один литок с одной стороны то есть здесь сзади облетаются одна матка спереди облетаются еще две матки вот так вот это выглядит на крыше ну и соответственно вот вы поставили 3 как бы рамку расплода в додановский тоже корпус ставите еще одну крышу и пожалуйста вот у вас получается здесь да да здесь да да здесь одна матка здесь 2 матка сверху стоит третья матка все дело потом объединяется перед подсолнухом если там две вернулись три вообще хорошо пусть они сидят и сеют до подсолнуха в общем вкратце вот такой вот я рассказал за функционал вот этого вот улика